Мы продолжаем занятие по недельному разделу Туры Бешалах. Тема сегодняшняя – это Крият, Ямсуф, рассечение моря. Это последний аккорд исхода из Египта. С одной стороны, исход из Египта уже состоялся. Египтяне получили по заслугам, еврейский народ получил свободу. Он теперь отправляется в Синайский полуостров. Вроде бы всё закончено. Вместе с тем это не так. Ведь в действительности мы знаем, что и праздник Песох мы празднуем таким образом. Первый день Песоха, первый праздничный день – это день исхода из Египта. Но праздник продолжается семь дней. И последний седьмой день – это день рассечения моря. Значит, рассечение моря – это не какой-то отдельный момент, не просто отдельное, очень впечатляющее чудо. А это в действительности последний аккорд исхода из Египта. Всего того, что было в Египте, всего того, что произошло, там было ещё мало. Необходимо было и с точки зрения расплаты с египтянами, и с точки зрения второй цели исхода из Египта, а именно это утверждение веры в Творца. А с этих двух точек зрения необходимо было ещё всё то, что произойдёт на берегах Ямсуф, на берегах того самого Тростникового моря. Но как сделать так, чтобы египтяне пришли сюда? Ведь после того, что они получили на протяжении целого года, когда десять ударов один за другим сыпались на их голове, и уж в конечном итоге, после того, как поняли, что нет никакой возможности держать евреев, признали всё, и отпустили евреев на свободу, то, естественно, было бы ожидать, что больше они с евреями связываться не захотят. Как же можно было выманить армию фараона из Египта и привезти её на берег моря? Это было заплодировано ещё с самого начала. Ещё когда Всевышний впервые открылся Моше на горе Синай, он уже с самого начала сказал ему, что когда вы будете уходить из Египта, необходимо будет одолжить, именно так, в такой форме, одолжить у египтян вещи, серебряную, золотую посуду, другие вещи. Вот здесь вот, то есть, это та вещь, которой человек не в состоянии противиться, даже зная, что он был очень сильно побит, но в тот момент, когда он получает здесь удар по своему самому болезненному месту, то есть, по кошельку, то здесь он уже выдержать не может. И именно таким образом фараону удалось уговорить египтян броситься за евреями в погоню. Они ушли от нас, они нас обобрали, они ушли вместе с нашим имуществом, этого нельзя было допустить. И эти аргументы фараона позволили ему мобилизовать свою армию. Не исключено, что не только армия, не исключено, что были ещё и добровольцы из гражданского населения, тоже которым очень хотелось вернуть то, что вчерашние соседи одолжили у них. И фараон бросается прямым ходом в ловушку, которую ему заранее приготовили. 14 глава, 10 стих. «И приблизил фараон, и сыны Израиля подняли глаза, и вот Египет гонится за ними, и очень испугались, и возопили сыны Израиля к Богу». И приблизил фараон, довольно странная форма, Паро и Крив приблизил. По идее, нужно было бы сказать, здесь фараон приблизился. Когда погоня завершилась, и евреи стояли уже на берегу моря, фараон к ним приблизился. Так, по идее, надо было бы сказать. Ну а буквальный перевод. Он у Паро и Крив, то есть приблизил, как будто бы он приблизил кого-то. Два объяснения есть у наших мудрецов, раньше приводят здесь. Хотя должно было бы написано, по идее, нужно было бы написать у Паро к Крив, то есть он приблизился. Почему же сказано и Крив, он приблизил, потому что он приблизил себя. И Крив – это иф-иль, с точки зрения грамматики, это глагол, который выражает действия, передающиеся на кого-то другого, когда совершающий действие передаёт это действие на кого-то другого. В данный момент совершающий действие фараон, он заставляет себя, передаёт это действие только на самого себя, заставляя себя, хотя ему, конечно, страшновато, хотя он не привык идти во главе войска, он, как принято царям, остаётся сзади, глубоко-глубоко в тылу. Но здесь фараон заставляет себя быть первым среди преследующих. Он сам приблизил себя, собрался силами, чтобы идти перед своим войском, как он не пообещал своим солдатам, что он пройдёт впереди них. Это первое. А второе – это то, что фараон приблизил. Кого он приблизил? Не только его, он приблизил евреев к Всевышнему. То есть, благодаря этой погоне, та демонстрация совершенно невероятной, фантастической силы, которая состоялась на берегах моря, она, безусловно, приблизила еврейский народ к Всевышнему. И приблизился фараон. Сыны Израиля подняли глаза, и вот Египет гонится за ним. Снова не очень понятно, что значит Египет гонится. Египтяне гонятся. Как понять это Египет? Это слово Египет. И снова два объяснения в Раши. Одно – Пшат, и другое – Драш. Пшат – то есть, не следует понимать эти слова буквально, а это иносказание. Что оно означает? Здесь это сказано в единственном числе, пишет Раши, потому что египтяне, которые преследовали евреев, они были все объединены единым порывом, как один человек, один единый порыв одного человека. Понятно, что их было много, египтян, но почему они здесь названы в единственном числе? Ибо все они были воодушевлены единым порывом, как один человек. Поэтому Египет – это Пшат. Драш требует понимать буквально то, что написано, в лоб Египет. То есть, некий в единственном числе Египет гнался за ними, говорят мудрецы, Альпидраш, и приводят Раши здесь Драш из Танхумы. Другое толкование. Сыны Израиля увидели, что ангел-покровитель Египта сходит с небес, чтобы помогать египтянам. То есть, у каждого народа есть свой ангел-покровитель. Это та духовная сила, которая, с одной стороны, олицетворяет национальный характер того народа, а с другой стороны, является тем передаточным звеном, через который животворное влияние приходит из высших миров к этому народу. И вот это вот олицетворение этого ангела-покровителя египтян и увидели евреи там, на море. На прошлом уроке мы достаточно подробно разобрали комментарии Рамбана к этому стиху. Рамбан исследует здесь вопрос, нет ли здесь противоречий в поведении еврейского народа. С одной стороны, они вопят к Богу, то есть просят у Всевышнего, чтобы Он их спас, а с другой стороны, тут же они высказывают своё крайне пренебрежительное и язвительное суждение по поводу избавления из Египта. А что они говорят? Разве недостаточно было могил в Египте, что ты взял нас погибать в пустыне? Куда ты завёл нас? Была проблема какая-то с кладбищем, нужно было искать новое место, чтобы нас похоронить, и поэтому мы ушли из Египта, а что нельзя было сдохнуть там, в Египте? Как это может быть? У Рамбана здесь есть аж 4 комментария. Либо речь идёт здесь о разных группах людей, либо идёт речь о тех же самых людях, которые меняют своё отношение, не будем сейчас это повторять, не будем к этому сейчас входить, но одну вещь следует здесь заметить. Даже если мы возьмём по первому комментарию Рамбана, что это был не весь народ, а это только часть народа, которая таким образом язвительно говорит с машинами, даже если так, а уж тем более по остальным тём комментариям, которые получается, что, в общем-то, эти слова выражали отношения всего народа. Но в этот самый отчаянный момент, а момент действительно был отчаянный, как пишет Рав Иеруш, «Учитывая положение, в котором они оказались, и глядя на вещи их глазами, легко понять их опасения, легко понять их реакцию. Ведь они на самом деле находятся, как в мышеловке. Впереди море, слева и справа стены ущелья, а сзади их преследует конница фрауна. Вот их экскурсия по Зинайской пустыне заканчивается довольно печально. В этой самой ситуации, в момент отчаяния, что делает еврейский народ? Обращается к муше. Он не просто обращается, начинает над ним немножко издеваться. Извительно посмеивается. То есть, еврейский юмор и здесь, вот такой вот чёрный еврейский юмор, он и здесь евреев не оставляет. Как народная молва приписывает евреям такой анекдот, что когда евреи в начале недели, в воскресенье, в первый день недели, ведут его на казнь, он идёт и думает себе, ничего себе, неделька начинается. Это не случайно. То, что народная молва замечает за евреями такое качество, действительно национальное качество, оно проявляется уже здесь. То есть, не следует представлять себе еврейский народ 3,5 тысячи лет тому назад, как толпу рабов, которую можно легко охмурить, которую можно легко запугать, которую легко можно произвести впечатление при помощи каких-нибудь фокусов, чревовещательств и ещё чего-нибудь и в результате убедить их в сверхъестественных каких-то явлениях или в том, что сам Бог с ними говорит и так далее, и так далее. Это народ, который относится к Муше критически в каждой из историй, в каждой ситуации, которая описывается с момента прихода Муше в Египет. И до практически окончания сорокалетнего периода пребывания в Египте еврейский народ всё время проверяет его и всё время пытается оспаривать его авторитет, его утверждение. Это действительно так. Он действительно от Бога. Он действительно на самом деле делает так. И вот здесь, когда оказываются они в такой критической ситуации, и здесь снова они подвергают ещё и ещё раз сомнению то, что происходит. И не просто сомнению, а ещё и извительно. Пишет Раввирш. «Как могли они столь безоговорочно принять такой необычный путь, который Бог поведёт их к цели? Путь, не имевший прецедентов в истории, противоречащий природе и здравому смыслу». То есть мысль, которая сейчас естественная была бы. Что же это с нами произошло? Как же мы на это всё пошли? Уговорил нас человек выйти из нормальной страны, выйти в пустыню без еды, без воды, без ничего. И куда, и зачем, и для чего. И вот теперь всё так кончается. Как отмечают книги Кузарев и автора Биуда Али Ви, именно эти упорные сомнения на деле являлись важным подтверждением подлинности миссии Муши. То есть если мы и ищем подтверждение, доказательство, точнее подтверждение истинности миссии Муши, это именно постоянные споры и постоянные сомнения в его подлинности, мы понимаем дело, что мы имеем здесь дело не с тёмным фанатичным народом, а с народом, который сумел построить свою веру в результате постоянных проверок, начиная со скептицизма, начиная с проверок, начиная с сомнения и в конечном итоге придя к совершенно неколебимой вере, которая позволила ему пройти через все испытания на протяжении тысяч лет. Муши имел дело с народом, чей ум был ясен и трес, не затуманен фантасмагорическими представлениями, с нацией, которую нелегко обмануть, по-русски говоря, обвести их на Мекине или навешать им лапшу на уши было невозможно. И если в конце концов эта нация добровольно пошла на то, что веками готова была сражаться с целым миром, одни против всего мира, и принимать мучения ради учения Муше, то одно это является убедительным доказательством того, что совершившиеся события на самом деле склонили её к несокрушимой вере. Именно из тех самых сомнений, именно из того самого недоверия, скептицизма, именно из них и выросла, и в них-то и закалилась та самая неколебимая вера, которую еврейский народ проявил на протяжении последних тысячелетий. И сказал Муше народу, как Муше реагирует на эти слова евреев. «Не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог спасёт вас сегодня, ибо египтян, которых вы видите ныне, больше не увидите вовеки. Бог будет воевать за вас, а вы молчите». Все говорят, что здесь, если действительно еврейский народ разделился тогда на разные группы, и каждая вела себя другим образом, то есть здесь вот это вот многословие Муше, оно объяснимо, каждый из этих групп, он даёт совершенно другой, иной ответ. «Не бойтесь». «Не бойтесь», это общие все. «Но тем, которые говорили, что нужно убежать, попытаться убегать, а куда убегать? Бежать-то некуда. Назад, навстречу египетским копьям нет смысла бежать. Осталось только вперёд, в море, стойте. Никуда покажут, никуда не бежать, стойте. И увидите, как Бог спасёт вас сегодня». Те, которые говорили, может быть, нужно сказать, ну что ж, графа Монте-Кристо из нас не получилось, погуляли на свободе, давайте сейчас придём к египтянам и скажем, что мы просим прощения. Мы уже всё, мы уже праздник мы отпраздновали, жертву мы готовы обратно вернуться на свои рабочие места. Им был ответ, ибо египтян, которых вы видите ныне, больше вы не увидите вовеки. К ним не возвращаемся. Другие говорили, продадим свою жизнь дорого, будем с ними драться, пойдём сейчас с ними воевать. Бог будет воевать за вас. Не надо. Другие говорили, будем кричать, будем молиться, а вы молчите. Всем нашёлся свой ответ. Один из этих четырёх ответов. Ибо египтян, которых вы видите ныне, больше не увидите вовеки. Если вы просто меня спросили, что здесь написано, здесь есть вот то самое обещание, как мы и сказали, видите, египтян сейчас, вот вы их видите последний раз. Больше я вам обещаю, вы их не увидите. Но что делать, если Талмуд, Иерусалимский, Иерусалмий видит здесь не обещание, а видит здесь заповедь? Итак, пишет в своём комментарии Рамбан. «Ибо египтян, которых вы видите сегодня, больше не увидите вовеки, по мнению наших мудрецов, это запрещающая заповедь». Здесь есть запрет Торы. В чём его содержание? Относящееся ко всем поколениям. То есть, это не просто обещание тому поколению, которое стоит сейчас в ужасе и смотрит на приближающуюся египетскую конницу. Это запрет всем последующим поколениям. Если так, в чём он тогда запрет? Запрет в том, чтобы возвращаться в Египет. Нет нам разрешения возвращаться в Египет. И если так, то в данных словах Торы подразумевается следующее. Не бойтесь. Стойте и смотрите, как Бог спасёт вас сегодня от египтян. И вы уже больше не вернётесь к своему рабскому труду там, в Египте. «Ибо Бог повелел вам». Почему? Не потому, что я вам обещаю. Потому что Бог повелел вам и запретил вам. Он повелел вам, чтобы египтян, которых вы видите сегодня, вы больше уже не видели вовеки. Вот как следует понимать этот текст в соответствии с Иерусалимским Талмудом. То есть вы, ибо египтян, которых вы видите сегодня, не то, что я вам обещаю, что их больше не видите. Нет. Ибо египтян, которых вы видите сегодня, я не разрешаю вам больше видеть. Нельзя больше туда возвращаться, в Египет. Это заповедь, переданная через души народу Израиля. Кроме того, как говорит Талмуд там в Иерусалиме, этот запрет повторяется в Торе ещё несколько раз. В заповеди по поводу… Есть отдельные заповеди, данные царю, человеку, который станет еврейским царём. Одна из заповедей. Пусть он, то есть царь Израиля, не возвращает, пусть он не увеличивает себе количество лошадей, чтобы не возвращать народ в Египет. То есть вот это вот, чтобы не возвращать народ в Египет, и здесь повторен тот самый запрет. Нельзя, чтобы евреи жили в Египте. И Бог сказал вам, не вернётесь этим путём. Не вернётесь этим путём, то есть запрещено вам возвращаться этим путём. И это действительно заповедь, а не просто обещание. Так пишет Рамбан. И Рамбан в Илхот-Мнахим, то есть в законах о царях, тоже приводит это как простой и очевидный запрет возвращаться в Египет. Вот здесь начинается несколько только места. Стоп, стоп, стоп. А Рамбан где жил? Рамбан жил в Каире, в Египте. Как же это может быть? Понятно, что Талмуд ещё говорит. Мы знаем, что в Древнем мире была очень большая и по численности, и очень влиятельная, и очень богатая еврейская колония в Египте, конкретно в городе Александрии. И это произошло в римскую эпоху, уже позже же, после разрушения Иерусалима. Получилось так, что в результате волнений и беспорядков, которые там произошли, в конечном итоге вся эта большая колония, вся эта большая община была практически полностью уничтожена. Как могло такое произойти? Талмуда простой ответ. Это было наказание за то, что евреи нарушили вот тот самый запрет, который мы с вами сейчас обсуждаем. Запрет возвращаться в Египет. И снова возвращаемся к вопросу. Если так, и не только Рамбом жил в Египте, и в дальнейшем, и после Рамбома. В Египте всегда, всегда жили евреи, достаточно большая община. Вопрос этот поднимает и обсуждает довольно серьезно. Раби Давид бен Зимра, Радбаз сокращенно, который был, то, что называется Хахам Баши, то есть, переводя на сегодняшний язык, мы бы назвали главным раввином Египта. Вообще понятие главный раввин, как сегодня из Израиля, в еврейском народе практически никогда не было. Первыми, кто изобрели главного раввина, были турки. Турецкий султан хотел, чтобы был, вот Хахам Баши, был главный еврей Турецкой империи, и он завел при нем вот такой вот пост. А уже потом турки, которые управляли Эр-Цисрая здесь в XIX веке, они уже решили, что здесь тоже должен быть Хахам Баши, не только в Турции, но и во всех турецких провинциях. Ну, вот так вот получился главный раввин. Так вот, главным раввином Египта был Раби Давид бен Зимра, Радбаз. Мы говорим сейчас о XVI веке. Он поднимает, обсуждает вот этот вопрос. Как быть таким вроде явным, очевидным запретом, сказанным в Талмуде, жить, возвращаться в Египет? И приводит Радбаз, что в одном из Талмудских источников, в Сифри, там сказано так «Лагур и Атаба и Атахозер, а в Атахозер нас хура в Лихбошитарес». То есть, нельзя возвращаться, действительно написано «нельзя возвращаться», имеется в виду возвращаться, так как люди возвращаются, то есть на ПМЖ. Нельзя приезжать в Египет на постоянное место жительства. Но если ты едешь туда по делам бизнеса, торговля, нужно что-то купить или нужно что-то продать, или в командировку, или ещё что-нибудь, то для этого можно туда ехать. Вопрос. А почему же тогда, в Туре сказано по поводу царя, пусть он не умножает себе число лошадей, чтобы не возвращать народ в Египт? И объясняют там комментаторы, что очевидно для торговли лошадьми. Может быть, в Египте тогда были ярмарки, на которые привозили лошадей, или ещё что-нибудь. То есть, очевидно, для закупки лошадей нужно было посылать народ в Египет. Но в чём проблема? Если действительно нет запрета съездить в Египет по делам, ну так съездили, купили лошадей, вернулись, и всё. То есть, нужно очевидно сказать, что имеется в виду уж другое, что сначала раз съедет, два съедет, в конечном итоге царь решит, что ему для того, чтобы обеспечить себе достаточное количество лошадей, нужно иметь постоянное торговое представительство в Египте. Это уже будет означать жить там постоянно. А этого уже никто не разрешал в Сифри. Если так, говорит Радбас, то нужно, очевидно, сказать следующее, что люди, которые приехали когда-то в Египет, и те, которые составили основу новой египетской общины после уничтожения древней Александрийской общины, а уже общины, которая возникла в новые времена, очевидно, они приехали в Египет по делам. Каждый из них приехал только по делам, только по бизнесу, и собирался не оставаться там надолго, но понос это нужна, а дела там, дела сям опять возвращаются, еще, 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 и вроде есть заработок, заработок есть. Вот как только заработаю, так только уеду. И так люди и оставались. Но поскольку в приезде их не было запрета, приезд их был разрешенным, то никто из них не нарушил запрет, а то, что они остались уже дальше, а то, что они остались уже дальше, это называется лавшей имбумасе, то есть это запрет, в котором нет действия, соответственно, что? Соответственно, только за это не полагается телесное наказание, как любому человеку, который нарушил запрет, но запрет-то остается, поэтому пока что все еще непонятно. Возвращаясь к Рамбаму, говорит Радбаз, по поводу Рамбам у нас вопросов нет, хотя Рамбам сам нам ничего об этом не написал, но мы прекрасно знаем, какое было состояние Рамбам. Рамбам в действительности попал в Египет, когда он бежал. Он бежал сначала из… Сначала пришлось бежать семье из Испании, потом была попытка осесть в Магрибе, в Северной Африке, там тоже не получилось. Приехали в Российсраиль, в Российсраиль невозможно было прожить, прожить и тогда единственное место, куда можно было направиться, направить свои стопы, чтобы как-то просуществовать, был в Египте. А там в Египте, в результате того, что погиб брат Рамбама, который занимался торговлей, Рамбаму пришлось теперь самому, если раньше он был на уезждивении у своего брата, занимаясь торой, то теперь ему пришлось уже самому зарабатывать на свою жизнь, и не только на свою жизнь, но еще и кормить семейство своего брата. В результате у него не было другого выхода, кроме как заняться каким-то ремеслом, а ремесло, которое он мог зарабатывать, это была медицина. И поскольку Рамбам быстро достиг успеха в области медицины, то очень скоро он стал придворным врачом египетского султана. А вот здесь уже объявить султану, говорит, ваш величие, знаете, я в Египет приехал только на время, а сейчас я уже поеду куда-нибудь другое. Это вряд ли можно было с султаном договориться так. То есть Рамбам остался там подневольно. Приехал туда как скиталец, как беженец, по сути дела, а уже остался там, поскольку никакой возможности выбраться оттуда нельзя было. Ну, это Рамбам спрашивает Радбас, а я что там делаю? Меня вроде бы никакой султан на веревке или на цепи не держит. Радбас, таки да, действительно, и я здесь тоже, я здесь не... Как только будет возможность, как только дела позволят, я здесь не на ПМЖ, я здесь временно, как только дела позволят, уеду в РССР. Так пишет Радбас. Нужно сказать, что есть среди комментаторов Талмуда ещё два мнения. Одно, точнее, комментатор Талмуда, Ритва, а второе – это мнение Рабейну Бахи из комментаторов Тору. Мнение Ритва, что вообще этот запрет, он не на все времена, а этот запрет только в те времена, когда еврейский народ живёт в своей стране в РССР. То есть, когда еврейский народ живёт в РССР, когда в Египет нельзя возвращаться, откуда из РССР не возвращается в Египте. Но если человек уже живёт где-нибудь в Испании или ещё где-нибудь, то в этом плане Египет и Каир ничем не хуже, чем какой-нибудь Нью-Йорк или Севилья, Сарагоса, Таледа или любой другой город на Земле. Это мнение Ритва. И мнение Рабейну Бахи, что запрет это был временем, не так, как пишет Рамбан, что это был запрет на все времена. Рамбан подчеркнул, чтобы мы именно так не подумали. «По мнению наших наставников, это запрещающая заповедь, относящаяся ко всем поколениям». Митсвал и Дород. Рабейну Бахи говорит, нет, эта митсва была только в те времена, т.е. тогда, в то время, в древности, когда Египет представлял собой центр всей дряни, всей мерзости, которая только существовала в человеческом обществе. Тогда еврею в таком гадком месте жить нельзя было, нельзя было возвращаться. Но времена прошли, и египтяне сегодня ничем не хуже и ничем не лучше других людей, которые населяют Землю. Они уже перестали быть вот таким вот центром-рассадником всей мерзости, которая в человеческой культуре существует, и поэтому на сегодняшний день этот запрет уже не актуальный. Не очень понятно, как объяснил бы Рабейну Бахи то место в Талмуде, в котором сказано, что жители Александрии, евреи и жители Александрии были уничтожены за то, что они нарушили вот этот самый запрет возвращаться в Египет. Они уже возвращались тогда, когда тех самых древних египтян довольно-давно не было, и Египет был просто одной из стран эллинистической культуры и действительно ничем не отличался от всех остальных стран. Почему же тогда жители Александрии Талмуд считает нарушителями? Не очень понятно. В любом случае в Талмуде, а это уж совсем уж, чтобы совсем уже был непределен, в Талмуде этот запрет указан. А вот в Шулханарухе, в книге, которая должна указывать нам конкретные заповеди, лымается на практические законы, которые мы на сегодняшний день обязаны выполнять, Абиосефкаро не приводит этот запрет. Не приводит его. В Рамбуме он приведен, в Шулханарухе не приведен. Почему? Не ясно. Может быть, не исключено, в качестве догадки, пишут некоторые авторы, может быть, в общем и целом, Рабио Сефко росклонялся к мнению Ритва и Рабио-Бахи, что этот запрет уже не актуален по той или по другой причине. Каждый же указал из них другую причину. Ну, так или иначе. А с другой стороны, он не написал, что можно возвращаться в Египет для того, чтобы не противоречить тому, что написано чёрным по белому у Рамбума. Спорить с Рамбумом Шулханарух не стал бы ни в коем случае. Поэтому он избрал третий путь. Завалил. То есть, не написано ни да, ни нет, поскольку в общем и целом на практике он склонялся к этому. Кстати, кстати, некоторое время Рабио Сефко росканарух сам прожил в Египте в действительности. Был он там некоторое время, учился там, а потом уже переехал в Рецисраэль. И так он оставил вот этот вот закон в невыясненном состоянии, не написав ни да, ни нет, поскольку в общем и целом склонялся ко мнению тех комментаторов, которые считают, что сегодня нет запрета жить в Египте, что этот запрет, который вы сказали в Торе, он уже не актуален, но противоречить Рамбову открыто не стал. Можем двинуться дальше. Пятнадцатый стих. «И сказал Бог Муши, что ты вопишь ко мне? Скажи, если нам Израиля, чтобы они двинулись вперед, а ты подними свой посуд, протяни руку над морем и рассеки его, и сыны Израиля пройдут среди моря по суше. А я ожесточу сердце египтян, и они погонятся за ними, и прославлюсь через фараона и все его войско с колесницами и всадниками. И узнают египтяне, что я Бог, когда я прославлюсь через фараона с его колесницами и всадниками. «И сказал Бог Муши, я еще раз читаю этот пятнадцатый стих, что ты вопишь ко мне? Скажи сынам Израиля, чтобы они двинулись вперед». А где написано, что Муши вопил? Написано не так. «И приблизился фараон, и сыны Израиля подняли глаза, и вот Египет гонится за ними, и очень испугались, и возопили сыны Израиля к Богу». Сыны Израиля возопили к Богу. Про Муши мы нигде не читали в тексте, что он вопил, а все уже говорит ему, что ты вопишь. Раши отвечает, «Отсюда мы видим, что Муши стоял и молился». То есть, если Всевышний говорит ему, что ты вопишь? Это значит, что он вопил, это значит, что он стоял и молился. Ну, хорошо. Он стоял и молился, а что это такое нехорошее дело стоять молиться? Почему тогда Всевышний его обрывает? Что ты вопишь? А почему бы нет? А чем ему еще нужно было заниматься в этот самый момент? Момент отчаянный. Объясняет Раши, «Сказал ему Всевышний, сейчас не время для долгих молитв, ибо Израиль в беде, тоже очень непонятно. Казалось бы, уж если есть время, в которое нужно молиться, это когда человек находится в беде». Мы знаем мнение Рамбама, что молитва – это повелительная заповедь Туры, и человек каждый день обязан хоть что-нибудь, хоть как-нибудь попросить у Всевышнего, хоть какая-нибудь, чтобы была молитва. Рамбам пишет, нет, нет обязанности ежедневной молитвы, но Тура обязывает человека молиться, когда он находится в беде. Т.е. даже если мы скажем, что такой заповеди в Туре нет, обязанности такой в Туре нет, молитвы, и все молитвы, которыми молимся, это только постановление мудрецов, ну уж по крайней мере, когда человек находится в беде, все согласны, что есть обязанность молиться. Так как понять эту фразу в Раши? Сказал ему Всевышний, сейчас не время для долгих молитв, потому что Израиль находится в беде. А для чего человек? А что делать? Раши приводит другое толкование, очевидно, потому что первого недостаточно. Что ты вопишь ко мне, это не твое, а мое дело. Как сказано о моих сыновьях, о творении рук моих, станете вы меня поучать, это не твое дело, этим я сейчас займусь, тебе не нужно этим заниматься. Второй комментарий более понятен, а первый совершенно непонятен. И, наконец, что значит, скажите нам, Израиль, чтобы они двинулись вперед. Куда вперед? Вперед-то море. Куда же двигаться? Посмотрим, что пишет Рамбан. Наша мудрец Ибиш Трамбангова утверждает, что Муше молился. И это верно. Хотя не сказано о том, что он молился. Но в тот момент, когда Тора сказала, что и возопили сына Израиля, а сына Израиля включают себя и Муше. Нет, это не отдельно. Отдельно сына Израиля, отдельно Муше нет. Если сказано, что вы возопили сына Израиля, Муше вместе с ним. Дополнительный вопрос задаёт Рамбан. А может быть, это было совершенно неправильное поведение стороной Муше, ведь Всевышний уже обещал ему, что он заманит фараона в ловушку для того, чтобы там с ним разделаться. И это было бы вот этим финальным аккордом исхода из Египта, который продемонстрировал бы власть Всевышнего над миром. То, как здесь повторяется, что Всевышний хотел прославиться через фараона и всё его войско? Отвечает Рамбан, это верно. Муше это знал. Но он конкретно... То есть, он знал, чем всё это кончится. Это да, какой будет финальный акт, понятно, финал. Но сейчас мы ещё не в финале, а сейчас чего делать? И на это Всевышний отвечает ему, что ты вопишь? Вместо того, чтобы вопить, нужно спросить. Ты бы спросил меня, что делать? Я тебе объяснил бы, что делать. То есть, ситуация не то, что человек должен сейчас создать... Ай! Спроси сначала, я тебе скажу, что делать. Что делать? Всё очень просто. Скажи народу, пусть двигаются вперёд. Вот, что нужно делать. Не вопить сейчас, а двигаться вперёд. Опять же вопрос, куда двигаться-то вперёд? Впереди-то море. А может быть, имеется в виду так, что я сейчас растеку море, и тогда вы двигаетесь вперёд? А нет. Это уже обращает внимание Абихаим Бенатар, Урахаим. Ведь какой порядок здесь предложение? И сказал Бог Муше, что ты вопишь ко мне? Скажите нам, Израиль, чтобы они двигались вперёд. И вот только после этого, а ты подними свой посох и протяни руку над морем, и растеки его, если на Израиле пройдут среди моря подсушить. Потом будут. А сейчас? А сейчас идти вперёд. И снова мы спрашиваем, куда идти вперёд. Там же море, вода. Собирая все эти вопросы вместе, Урахаим говорит следующую вещь. Трудно, конечно, понять эту претензию, что ты вопишь ко мне, а кому ещё вопить? Кому ещё обращаться, как не всевышленное? Да и, а если ударение здесь не ко мне, а ударение здесь на то, что ты вопишь, то совершенно естественно, в беде нужно молиться, что же ещё делать? Чаи Турахаим ответ на всё это находится в словах мудрецов, которые говорят, что в тот самый момент еврейский народ находился в состоянии суда. То есть, Медат-1, небесный прокурор, выдвинул обвинение против евреев. Какой сценарий известный? Сейчас евреи должны пройти через море, а египтяне, которые вслед за ними погонятся, их накроет вода, они уничтожатся. А чем евреи заслужили спасение, когда египтяне погибнут? В конечном итоге, эти поклоняются идолам, да и эти до вчерашнего дня поклонялись идолам. Чем они заслужили спасение? То есть, те последние годы, которые еврейский народ провёл в Египте и практически ассимилировался там, они представляют собой обвинительный акт против еврейского народа. По крайней мере, с этим обвинительным актом, может быть, можно жить, существовать в обычной ситуации, в обычных условиях, но в условии, когда должно произойти совершенно невероятное чудо, так на это нужно иметь заслуги. А где заслуги? Заслуг-то нет. Есть, наоборот, провинности. Поэтому еврейский народ находится в отчаянной ситуации. Но если так, тогда, а что, наоборот, казалось бы, а что ещё тогда осталось, кроме как молиться? Молитва, которая может вызвать милосердие. Отвечает Тур-Ахаим, если у нас возникает такой вопрос, это только потому, что мы неправильно понимаем, что такое милосердие, что такое молитва, что такое милосердие. Молитва действительно, направлена на это, и она способна вызвать к человеку, который молится, милосердие. Только что такое милосердие? Мы себе представляем приблизительно это так. Если мы разозлились на кого-то из детей и хотим их наказать, ребёнок понимает, что сейчас он получит по попе, и это его очень пугает, это перспектива, и он начинает плакать, и он так плачет, и так он, а дети это умеют плакать очень выразительно, и выглядят они такими несчастными, и он в нас пробуждает жалость, и мы не в состоянии видеть жалобно плачущего ребёнка, ну, ладно, не получишь наказание. Или даже ещё больше того, если мы не хотели ему в качестве наказания, хотели ему отказать в чём-то, не купить ему обещанный велосипед или ещё что-то, но после того, как он расплакался и таким был жалким, сердце у нас не выдержало, мы его пожалели, ладно, хорошо, куплю я тебе. Ну, и приблизительно так же мы хотим построить отношения со Всевышним. Вот сейчас Йом-Кипу из два дня, мы знаем, что у нас у каждого есть целый список грехов, ну, мы помолимся, мы поплачем, Всевышний разжалобится и нас простит. И можно будет продолжать следующий год. Это не так. Сказали мудрецы, «Коля умер, как уж Бог ватра, не ватру моё». И каждый говорит, что Бог отпускает грехи, и во внутренности отпустится такого человека. Нет такого отпущения грехов. Это там в церкви грехи отпускают, такого нет. Ведь что такое грех? Человек, который согрешил, его поступок, он создал какую-то определенную реальность, подобно тому, как человек, который съел отравленную пищу. Его предупреждали. Человек, у которого язва желудка, его предупреждают. Ты не ешь жареное, не ешь острое, не пей алкоголь. Человек пошёл кому-то на день рождения и нарушил все запреты, и выпил, и закусил всякими жареностями, соленьями и так далее, и так далее. Ну что? А он теперь очень... Он плачет, больно ему. Сожалеет он. Конечно, сожалеет. Мы тоже сожалеем. Сделать ничего нельзя, потому что дырка в желудке есть, язва. Больно? Конечно, больно. Нам тоже его жалко, но делать нечего. То же самое есть грехом. Махамим, милосердие, милость, жалость, конечно, они есть. Очень жалко. Но что же делать? Грех он есть грех. Грех он отравляет человека. Есть дырка, есть отравление. Яд есть. Каждый грех, который совершён человеком, это яд. А что же тогда... А на что же тогда есть милосердие? На что же тогда есть рахамим? Харамхальвы, Мсил Сишорим объясняет, рахамим, всё это понятие рахамим, главное его, пожалуй, основное понятие от слова махар, завтра рахамим, рэш хэд мэм, в обратном порядке, если прочитать, мэм хэд рэш, махар, завтра. То есть рахамим это тот самый атрибут, то качество, которое проявляется Всевышний, которое даёт человеку надежду на будущее, на завтра, даёт ему этот завтрашний день. Если бы Всевышний проявлял по отношению к нам только мэдат один, только атрибут правосудия, тогда грешник должен был бы получать по голове, не отходя от кассы, как только совершил, тут же получил своё наказание, и тут же... Первое, что делает мэдат рахамим, то, что Всевышний проявляет мэдат рахамим, и молитва пробуждает, безусловно, мэдат рахамим, это то, что даётся отсрочка по времени. Да, совершён грех, да, происходит вещь, по сути дела, тоже очень малопонятная. Если человек проглотил яд, проглотил отраву, то эта отрава подействует тут же, моментально, а здесь нет, она подействует, но не сразу. Есть время. для чего даётся это время? Для того, чтобы человек исправил. А как можно исправить? Ведь действие уже сделано, ведь поступок-то уже совершён, верно. А на это есть правило, и вот тут вторая часть этого качества рахамима, то, что когда человек стыдится того, что он сделал, когда человек сожалеет о том, что он сделал, и сожаление его доходит до того, что он ощущает, что если бы сейчас ему предсталась возможность второй раз сделать тот же самый поступок, он бы его не сделал, потому что он осознал его пагубность, его низость, все его последствия. И сейчас у человека есть состояние, в котором желание, которое привело его когда-то к греху, это желание он искоренил, поступок сам он не искоренил, но желание, которое привело к поступку, он искоренил. Так вот, Всевышний бемидат рахамим через тот самый атрибут милосердия, он приравнивает искоренение желания к искоренению самого поступка. Это есть понятие копора, искупления. Вурахум вот это качество рахамим говорит царь Давид, что он собой представляет? Вурахум он милосердный, и хаперавон он дает возможность искупить грех, вилой ашхит и не уничтожить, вместо того, чтобы уничтожить человека, с его грехом он дает ему возможность очиститься от этого греха, искупить его. Вурахум и хаперавон вилой ашхит, каким образом он это делает? Тем, что он отдаляет свой гнев, не убирает, не жалеет просто так, не отпускает грехи, их невозможно отпустить, он только отдаляет свой грех, давая человеку возможность, давая человеку время, за которое он сможет обдумать, передумать и исправить этот свой ошибок, этот свой поступок. Вурахум и хаперавон вилой ашхит, последнее, даже если человек этого не сделает и придется ему все-таки за это платить, придется его наказывать, то все равно это наказание не придет ему в один раз, а придет ему в кредит платежами вилой аир коль хамато, то есть всей своей, всего своего гнева Всевышний не разожжет единовременно, а наказание будет приходить как платежи в кредит. И вот, что означает Меда Тарахамин. Возвращаясь к нашему вопросу, вопрос был, почему Всевышний говорит, что ты вопишь ко мне, не время, как объясняет Ража, не время сейчас заниматься молитвами. Почему не время? Потому что молитва в состоянии пробудить Тарахамин. Да, совершенно верно. Ну и что? Ну и больше ничего. А ведь факт-то, то, что еврейский народ, у него сейчас есть грехи, те последние годы, которые прожили в Египте, ассимулировали среди египтян, и сейчас справедливость Божья утверждает, почему египтян нужно потопить, а евреи спасутся. Эти язычники и эти язычники. Какие у евреев сейчас шансы на спасение? Никаких. На это был ответ совершенно верно. Именно поэтому сейчас молиться нет смысла. Молитва ни к чему не приведет. Мы знаем, мы сказали это в рожи жана, и повторим это в рожи в Йома-Кипурим. Утшува, утфина, утздака, мааверим, это роа, акзира. Что может спасти нас, что может отвести от нас? То тяжёлое решение, то наказание, не молитва одна, недостаточно молитвы. Утшува, должна быть прежде всего утшува, то есть раскаяние и исправление греха путём, который был сказан, что искоренение желания засчитывается как искоренение самого поступка. Утшува, утфина, после этого необходимо ещё утфила, ещё и знакомых хорошо дать, вот тогда маавериметру акзира. Только это даёт возможность изменить жёсткий, тяжёлый приговор. То же самое здесь. Нужно изменить баланс, нужно, чтобы чаша весов сдвинулась в сторону заслуг. Какую заслугу можно сейчас? Что можно сейчас сделать на берегу моря? Можно проявить самую главную вещь, веру и уверенность во Всевышнем. Каким образом? Идите вперёд. Куда вперёд? Там море. Ну, правильно, в море. Идите в море. И если вот с той самой силой веры и доверия Всевышнему пройдёте в море, тогда чаша весов уже изменится. И вот тогда молитва-то и поможет. Вот тогда произойдёт чудо, вот тогда Всевышний не может вас спасти, но не иначе. Итак, завершает Ираши. Скажи им, чтобы они двинулись вперёд, от них требуется только одно – двигаться вперёд, а море не устоит перед ними. Достаточно заслуг их предков, так, это не то, что они на пустом месте начинают. Есть ещё заслуги предков, но с другой стороны, есть и их собственные грехи, которые они набрали в Египте, и веры для того, чтобы рассечь для них море. Это объяснение у Рахаи Макатуш. Вопрос задан, мог ли Мушей не брать эрыф-раф. Вопрос не совсем относится к нашему уроку, мог не брать эрыф-раф, и в своё время он ещё получил за это замечание за то, что он взял с собой эрыф-раф. Едем дальше. Я ожесточу сердце египтян, и они погонятся за ними. Для чего нужно ожесточать сердце египтян? Потому что иначе они, если не укрепить сейчас их сердце, они побоятся преследовать евреев после того, как на глазах у египтян с ними случается подобное чудо. И я прославлюсь тогда через фараона и через его войско с всеми его колесницами и всадниками. И узнают египтяне, что я Бог, когда прославлюсь через фараона и его колесницами и всадниками. То есть всё время на фоне есть цель того, что Всевышний хочет проявить себя, проявить один раз в истории свою безграничную власть и тем самым прославить себя среди всех народов, в том числе и среди египтян. И переместился ангел Божий, шедший перед страном Израиля и пошёл позади них. И облачный столб шедший перед ними переместился и стал позади. Это что ещё всё означает? В начале главы было сказано, что Всевышний сопровождал еврейский народ при помощи столба, точнее облачный столб шёл впереди еврейского народа для того, чтобы указывать ему путь по пустыне, куда идти, а ночью с наступлением темноты этот столб менялся на столб огненный для того, чтобы не только указывать направление, но и светить ночью. Так вот, сейчас, как объясняет Раши, переместился ангел Божий, шедший перед страном Израиля. То есть, ангел стал перед лагерем египтяна. Он переместился, он шёл впереди, а теперь он зашёл сзади них. Мими словами, он стал между лагерем египтян и лагерем Израиля, чтобы их разделить, принимая на себя стрелы и камни из метательных машин изболист египтян. То есть, для того, чтобы египтяне не сумели настигнуть сейчас евреев ещё на море и начать резню, столб облачный с завеса, подобно дымовой шашке, с завеса из облака и тьмы раз закрыло еврейский стан, и египтяне не могли к нему прорваться. Они, конечно, пытались стрелять, но стреляли они в темноту, стреляли они в туман. И так или иначе получается, что по образному выражению Раши, что ангел принял тем образом, принял на себя стрелы, которыми стреляли египтяне и камни из метательных машин. А облачный столб, как мы сказали, облачный столб переместился, когда стемнело, т.е. происходило это именно при наступлении темноты. При наступлении темноты в остальные дни что бы случилось? Столб облачный улетучился бы, а вместо него появился бы огненный столб. Здесь произошло не так. Огненный столб появился, когда стемнел и облачный столб передал лагерь Израиля под опёку огненному столбу, то он сам не улетучился, не исчез полностью, как это обычно бывало в остальные дни, а двинулся вслед за ними, зашёл в тыл еврейского лагеря и встал между еврейским и египетским лагерем, как и тем самым наводя тьму на египтян. Таким образом была тьма у египтян и свет у евреев, как сказано в дальнейшем, и вошёл он между станом Египта и станом Израиля, и было там облако и тьма и осветил ночь. Как это может быть вместе было там облако и тьма и осветил ночь? Это просто. Облако и тьма было у египтян, в них было темно, а осветил ночь, то есть столб огненный, он освещал ночь для евреев, и не могли приблизиться друг к другу всю ночь. Раши снова даёт здесь образы, такой метафорический комментарий, и вошёл он между станом Египта, всё это, то есть поведение того самого столпа, который сопровождает еврейский народ в пути из Египта, напоминает человека, который идёт по дороге вместе со своим сыном. Если на него вдруг, не дай Бог, нападут разбойники, чтобы захватить его в плен, тогда что сделает такой человек? Он возьмёт сына, который шёл до сих пор впереди себя, и спрячет его за своей спиной, то есть заслонит его своей спиной и будет драться с разбойниками. Если наоборот на него нападёт волк, волк не нападает в лобовые атаки, это не для волков, волк нападает сзади, тогда если волк нападёт сзади, тогда наоборот, отец поставит сына перед собой и загородит своего сына от волков снова своей спиной. Ну а если будет так, что разбойники одновременно разбойники нападут спереди, а волки нападут сзади, тогда отец возьмёт сына на руки и вступит с ними в бой. Именно так здесь и происходит. То есть Всевышний с одной стороны загораживает еврейский народ от египтян, принимая на себя стрелы, принимая на себя камни изметательных орудий. Когда нужно идти по пустыне, он идёт вперёд, еврейский народ сзади, здесь наоборот, подобно человеку, который идёт за собой сына, защищая его во всех абсолютно ситуациях.